Еще 10 объектов так называемого исламского государства атакованы российской авиагруппой в Сирии. Среди них лагерь подготовки террористов, командные пункты и склады с боеприпасами. При этом часть боевиков обратилась в бегство. Между тем, стало известно, что в сирийской Пальмире одна из экстремистских группировок в Варварске уничтожила еще один бесценный памятник – триумфальную арку эпохи Древнего Рима. О ситуации в Арабской Республике, о том, как стали меняться формулировки западных политиков, Александр Лякин. После начала регулярных авиаударов российских самолетов по целям в Сирии, боевики исламистских группировок побежали с фронта. Об этом сегодня говорят разные источники, в том числе и Арабская Аль-Джазира. Как минимум три тысячи террористов исламского государства, группировки Джабхат-Ан-Нусра и Джейш-Аль-Ермук дезертировали со своих позиций. Против них впервые было применено высокоточное современное оружие, такое как управляемая российская ракета Х-29Л, которая оснащена лазерной головкой самонаведения. В результате ударов нашей авиации по объектам ИГИЛ удалось нарушить систему управления и материально-технического обеспечения этой террористической организации, а также нанести значительный ущерб инфраструктуре, использующейся для подготовки боевиков на территории Сирийской Арабской Республики. Открытые и понятные всем военные и дипломатические усилия России изменили тональность выступления западных политиков в отношении официальных властей Сирии. Вместо требований немедленной отставки Башара Асада пришло понимание, что без его участия мир в этом регионе невозможен. Чтобы найти политическое решение, чтобы действительно достигнуть успехов, необходимо участие как представителей сирийской оппозиции, так и представителей нынешних властей в Дамаске, а также других сил, прежде всего союзников соответствующих групп. К чему приводят без власти, европейцы хорошо увидели на примере Ливии, Ирака и той части Сирии, где хозяйничают боевики, откуда в ЕС течет поток беженцев. Сегодня позвучала цифра – полтора миллиона. Именно столько человек сможет попасть в Европу до конца года. Если ради прекращения конфликта нам придется согласиться с тем, что Асад останется номинальным главой государства на какое-то время, то станет ли меня заботить, будут это три дня, три недели, три месяца или даже больше? Не думаю, что станет. Вот так, с оговорками и пока еще свысока, но политики Европы вынуждены признать, что без участия официального Дамаска мира в Сирии не будет. Европейцы убеждены в том, что исключительно военного решения конфликта не существует. Политическое решение – это процесс, в котором сходятся все стороны в Сирии, представители режима и оппозиции, и вырабатывают общий переходный план для страны. Сам Башар Асад в интервью иранскому телевидению заявил, что готов к политическим реформам и даже к отставке, но только после того, как будет устранена угроза Сирии со стороны террористов, а судьбу страны будет решать ее народ. Будущее Сирии будет определяться на основе политического диалога и всенародного референдума по новой конституции. И я, и правительство будем придерживаться этого пути. Но к диалогу можно будет приступить только после победы над терроризмом. Если мой уход – это решение, я без сомнения сделаю это. Тем временем, готовясь к отступлению, террористы спешат уничтожить сохранившиеся памятники мировой культуры. Сегодня ночью стало известно, что они взорвали античную триумфальную арку времен римской эпохи в городе Пальмира. Очевидцы видели, как боевики минировали арку большим количеством взрывчатки. Но власти Сирии надеются, что спасти остатки Пальмира еще можно, если армия при поддержке российской авиации ускорит наступление. Александр Лякин, Роман Гусь, Дмитрий Запарин, Первый канал.